Перейдем к высказываниям. Я же был большим интересом. Подборюсь я сразу извиниться за товорку. Конечно, когда я говорил о «Пиковой Даме», это арест шестой картины, а не четвертой. И «Рост, старшин и радостный». Я также помню, что это шестая картина. Картина «Симфа». Пожалуйста. Виктор Васильевич Плешак, композитор, популярный ученик Медведь Кондитовича. Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы всегда, когда встречаемся с Сергеем Михайловичем, встречаемся в культурно-эмоциональный шок. Чего можно достигнуть в искусстве? Что он помнит? Я учился гораздо позже у Юрия Дмитриевича, но я что-то помню, но без таких подробностей. Я хочу сказать, что... Просто какие-то дополнения, да, Сергей Михайлович? Потому что, да, кинокомпозитор. Я помню, что он гордился, он был очень скромный человек, и все равно, когда мы у него были дома, иногда какие-то показывали свои реликвии, и вот гордился французской энциклопедией искусства, даже киноискусства, куда попало всего четыре советских композиторов, в том числе Пушков. Это был крупнейший кинокомпозитор, ну, кроме того, что это был замечательный композитор в других жанрах. И подтверждением этому сейчас, да, вот, мне это как раз не нравится, сто фильмов, сто книг, сто, там, не знаю, чего-то, ну, куда мы денемся, да, в наше время. Сто фильмов, и из них два фильма с музыкой Пушкова, которые сейчас будут пропагандироваться. Это «Семеро смелых», песня, которую все не слышали, из которой, и фильм «Звезда», вот, замечательный фильм 49-го года. Жалко, что туда не попал фильм «Маскаратан», писающий музык. Кстати, там есть и фильм Сергея Михайловича, «Республика Шты». Это для школьников, да? Да, это для школьников. Приказ Министерства культуры. Мне посчастливилось быть на двух исполнениях в Москве оперы «Гроза» в 70-м году, когда дебютировал Владимир Федосеев как симфонический дирижет, как симфонический оперный дирижет. Это было очень, как говорят, на высоком художественном уровне. Был полный зал, и очень хорошо прошла от Ортера. Но, наверное, никто не знает, и Сергей Михайлович тоже, что я посчастливилось быть в 90-х годах. Опять же, не могу точно сказать, о каком. Может, на 12-м можно встретить. На выпускном спектакле ГИТИСа Ашировский и Матвей Абрамович поставил «Грозу» со студентами. Потрояль, да? Да. Цель у меня тут. Вот такие есть, поскольку у меня. Ну и в заключении хочу рассказать историю создания песни. Здесь такая высокая какая-то атмосфера, а там будет немножко, так сказать, снижено. Ну, мне кажется, это просто, может быть, даже полезно. Значит, первокурсник я был, уже перешел с Движовского на пропозитательскую Пушкову, и со страшной силы стал писать песни. Ну, причем я брал песни из сборников. То есть у меня не было жилого поэта, который бы что-то мне предложил. И вот я взял какой-то стих про какого-то Мишку Касалакова, написал эту мелодию Илью Скушкову. Он говорит, «А кто там Мишка? Здесь что-то такое должно быть серьезное». Надо говорить другие слова. Я каким-то образом вышел на тогда очень маститого поэта Якова Галякова. Он работал с Савелом Сидым и с Игорем Цветковым с другими композитами. Опытный человек, большой мастер подтекстовки. Дальше произошло то, что до сих пор грязь. Я не могу, наверное, себе представить, что такое мой образ. Он, человек такой богин, как говорится, пьющий, потекстовал, в смысле, стал писать рыбу этой песни матом. Я был, ну как же, что же будет дальше? Сейчас было бы очень. Нас требовалось. Я к нему прихожу через три дня. Чистейшие стихи в русском народном плане. Я вам сейчас могу сказать. Что бывает? Какие бывают? С какого ссора у нас? Это, кстати, вот еще раз хочу показать книгу о Пушкове, который, значит, выпустил, ну, так сказать, он был водитель группы, но ученики Пушкова сделали книгу «Музыр, кино, музыка души». Так что, если вам попадется за книгу, то есть какая там Сергей Михайлович, за книгу, ну, ну, ты уже отдельный историк. Класс! А это уже другая стоит. Сейчас я покажу, да? Ну, смотри. Нет, бакая, 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 я не помню. Значит, нет, просто расскажу, какая была встреча в минуту, в которой я написал на эту книжку косолаху. И что Пушков, так сказать, сказал, что нужно работать и работать и работать. И вот все получилось. Значит, первый вариант, потом второй со словами. Пушков, так сказать, «Ой, зачем ты ветер воешь за окном?» «Ой, зачем ты сердце моешь все далеко?» «Ой, зачем тебя не мучить?» «Все обоих вновь прошло» «И тропиночка на тучи, и тропиночка на тучи, и тропиночка на тучи». «Ой, зачем ты сердце моешь» «Ой, зачем ты с мною красной» «Грустно пришла?» «Ой, зачем тебя опасно» «Грустно пришла?» «Ой, зачем ты тогда» «Грустно пришла?» «Может, все пройдет с годами» «Может, все пройдет с годами» «Сердце от войны» «Сердце от войны» «Сердце от войны» «Ой, зачем ты одна любая» «Сердце от войны» «Сердце от войны» «Ой, берете, где встречаюсь» «Только ветер сушит слезы» «Только ветер сушит слезы» «Ой, какие мои» «Ой, какие мои» «Ой, какие мои» «Ой, какие мои» «Только ветер сушит слезы» «Так что вот» «Яс, спасибо большое» «Только ветер сушит слезы» «Молодой ветер!»